Нет у меня же еще синий был. Я помню, никому не отдавали. Нет. Ну отдавала этой Сашкину, она вернула. Он где-то здесь? Здесь не будет пока. Как нету? Быть так вот не будет. Вам мама не брала? Нет, вроде бы. Синий нету. Может гаража? Ну ладно, узнала. Я возьму свои новые туфельки. Чёрт, это такая же фермер? Да. Сломала я. Как ты перекручиваешь? Не знаю. Я новые туфельки возьму. Возьму куртку свою на холодные времена. Надо посмотреть там погоду, кстати. Ну чё не смотреть? Уже какая есть, да? Чё оплатили сразу? Нет, погода-то она уже не играет. Это старая, да, у тебя? Да. А у нее еще было тоже так же? Я не помню, чё фермеришь. Эту сустарую, которую я сама уже выкинула, это другая. Это третья вышла? Да. А вот когда я всё время тебе ломаюсь, нахер от таких же покупаешь? Какие еще покупать? Ну чё, получше нет, чё? Чё получше? А в такое платье, интересно, в нем можно ходить или оно? Жарко будет, наверное. Да? Туда? Легко еще не там. Ты думаешь, там жарко? А, чё? Чё, своя детства не пойдет? У меня где-то черные туфли. Ну я их только возьму, а это и всё, больше ничего будет не будет. А у меня столько вещей! Столько вещей! Я сейчас как вытащу всё, как вытащу, как начну перебирать. Вот такое есть. Вот такая штучка есть. Такое платьишко есть. У меня, короче, вообще на все времена платьишки. Чё ты, Алёша? Шортики, рубашки. Что только у меня нету. А я тебе еще полупокупала. Белая. Такая рубашка. Вот эту я обязательно возьму. Вот это вообще моя любимая. Ей сто лет в обед, но она клёвая. Ее обожаю. Шорты. Скорее всего возьму. Я сейчас определюсь, что возьму, а потом вам покажу. Волоком забирай, ты здесь? Да он этот, обувь ищет там летнюю, чтобы... А ты сейчас мешаешься, да? Наблюдай. Наблюдай. Ну чё ты, чё ты кушаешься? Алён, я трясочки увидела. Да, да, забирай сразу, чтобы не забыть. Прибрали вот то, что взять, вот отложила с тобой. Сейчас обратно соберу всё. А там купаться-то можешь если? Ну где-то 23 вода. Не очень, конечно, тёплая. Не совсем уж. Ну вообще, это под 30 уже. Четвертого, да? Да, можно ещё. Да, люди вот в январе, в феврале обгоревшие приезжают. Там же нету зимы. Если 30, так они живут. Привет, Денис. Привет, Денис. Вы включаете? Нет, я разделась. Походи. Ета, Алёна, а я что-то красотки не могу. Ой. Сейчас, привет. Да. Привет, привет. Вот уедут твои хозяева. А подожди, вот здесь посмотри. Вот уедут твои хозяева. Лежит довольная. Она только за. Ой. А мы уже наработались. Ну и заодно сразу в эту пропуску засидал снег. Может быть в этом шкафу? Нет. О, картина вырисовывается. Ещё нифига ничего. Вот уже деревья в снегу вижу. Офигеть. Эти картина должна стоить 100 долларов. Кость, смотри, иди сюда. Кость, смотри, тут даже уже домик нарисовался. Видишь? С этой, с алмаза, видишь как? Красиво же будет потом снимать картина. Вот какая будет, видишь? Это вот эта вот часть нарисовалась. Смотри, красиво будет, да, картина? Она поблёскивает вообще. Картина будет красивой, когда сделаешь. Она очень большая, конечно. Я думала, что она вот такая. А, она вот 80. Хорошо. Хорошо. Здесь на диванчик. Ой, не, мне здесь удобнее на это. Что вы как, это, сюда придёте? Да, наверное. А что кошку таскать? Ей же у стресс будет. Туда, домой. Можно, но не знаю. Она у вас, мне кажется, гадит. Нет, ну гадит одно. Её у стресса у неё тут всё своё. И пол тёплый, и этот. Единственное, что ей хорошо, это птиц. С птицами играть-то будет. А тебе если хорошо будет, Буран, ну что? Завыла. Сегодня я у нас завывал. Хорошо так. Я завывал. Ой, так хорошо, сегодня ночью. А порывы такие были. Ой, а мне прям это... Я ж прям балдею, мне так хорошо. Ах, мне ли его будет? Да и нет, он уж не настолько. Сейчас тем более уже нет. Документы шьют, хоть посмотрю. А? Документы сейчас на почту просто шьют. Хоть посмотрю, а сколько выйдет. Ааа, не знаю ещё. Не знаю ещё. У меня такая юбка с цикеткой ещё. Она мне вот большевата. Как считаете? Видно, что большая? Или нормально? Или можно так ходить? Ты как считаешь? Всё отлично. Да где отлично будет? Видишь, она мне вот здесь. А где она должна быть? Вот тут что ли? Ну не вот здесь же. Как я вот не буду ходить? А вот так она должна быть. Ты видишь, вот. Всё отдай. Нет, что там. Другую. Раз видишь, что тогда говоришь. Раз видишь. А мне она нравится. Одна отдай, пускай ушлю. О, я нашла юбку, которая мне как раз. Вот. Вот. Вот, ребята, это единственная юбка, которая у меня нормальная. Которая мне небольшая. А это даже маленькая, блин. Еле застёгивается. Знаешь, что мне надо? Мне надо белую футболку приобрести. А? Там приобретёшь. Там приобретёшь. Пока я там подберу, мы уже уедем. Чё, как вам с чёрной футболкой? Чё, не красиво, да? Чё, не красиво, да? Она всегда так лежит, как труп. Нет, ты посмотри. Чего? Труп. Нет, она говорит, ты чего? Ой, ну смотри, ну разве у кошки так вот лежать? Нет, нормальный-то нет, конечно. Стави. Стави гости пришли в сло. Она видишь, как она. Смешка. Это, скажи, не гости. Это свои. Она нас за гости не считает. У нас тут идёт сбор полным ходом. Ага. Туфи валяется. Главное, кошка валяется. Ой, заби. Она такая, наверное, скажешь, слава в дубы сваливает. Она в Дубай сможет. Она хочет в Дубай. Возьмите её с собой. Ага, помнишь, мы смотрели жизнь, как это называется, жизнь домашних животных, да? Да. Мультик, как эти хозяева уходили, и они там на гитаре там сидят такие фильмы сразу смотрели. Да, купите, скажи мне, билет. Купите мне билет до Дубая. Вышла за кошачьим кормом вон купить. Прихожу. Что прихожу? А тут цветочек. Смотрите, какая рожечка. Дэн мне сделал сюрприз. Ещё это... Смотри, говорит, туда. Я в сторону смотрю, поворачиваюсь, тут розочка. Красивый цветочек. Спасибо. Мы, короче, собирали, собирали вещи. О, сколько тут чемоданчиков. И решили мне новый чемодан приобрести, потому что мой вообще раздолбан настолько. У Дениса ещё более-менее, а с моим чемоданом уже вся родня ездила. Надо будет новый нам чемодан покупать. И мама с ним ездила. И я, в общем... Сейчас что-нибудь выберу. Совсем маленький не надо, Денис. Не, это вообще мелкий. Зачем мне такое? Там есть эти... Такие жесткие основания, но они уже по 3000. Ну, возьми давай, если на будущее. Вот такой вот чемодан выбрали. Ну, такой, как будто бы как клюетчатый. Ну, вроде ничего. В колёсиках, колёсики классно ездят. И туда, и сюда. Такие маневренные, короче. У нас дома раздрай вообще. Дэн тут обувь моет, которую мы выбрали с собой взять. У тебя всегда раздрай. Не знаю, какой ты раздрай видишь. Вообще не понимаю. Дома всё валяется. Посмотри его. Здесь стопки, там стопки. Убираться надо. И посуду надо мыть. И всё складывать надо. И монтировать что-нибудь надо. В общем, всё валяется. Это наши билеты. Котик отъезду готов уже. Ты тут поедешь, да? Стеш, тут поедешь. Это тебе место оставили. Ну да, конечно. Ну ладно. Запаковывайся, закрывайся. До завтра. Бойтинки машина. Все вместе. Я один. Дэн другой. А в итоге? Дэн все. А в итоге? Оператор снимает. Дэн все, да. Ну коте ещё помогал. Ой, коте помышленный пришёл. Шнуровать ботинки. Да, грызи. Нельзя коте грызть. То есть, что я поеду в Дубай в грызаных ботинках. Хоть и пофиг. На чемоданах мы... Что беру? Что беру с собой? Я как и барахло беру. Барахло, да. Ну барахло много беру, конечно. Вот это куча одежды, которую я выбрала и знаю, что она мне не понадобится вся, что я половину, даже больше привезу обратно. Ну, как всегда. Так, ну здесь средства личной женской гигиены. Из туфлей. Из обуви, вернее, беру вот эти свои новые туфли. Не знаю, конечно, так вроде бы удобные, но когда походишь долго, может быть и не очень. Поэтому беру самые обыкновенные шлёпки. Вот такие вот. Они на невысоком каблуке. Они не очень, конечно, такие модные и стильные, но зато удобные. Очень удобные. Нигде не труб, не жмут. Такая обувь тоже должна быть в путешествии. Вот эти беру, свои любимые. Ну, это может быть на вечер с джинсами надеть. Так, и ещё на русской подошве беру обыкновенные босоножки, короче говоря, такие чёрные. Надо будет, наверное, перекладывать чемодан. Что-то как-то не очень хорошо сложил. Ну, всегда с собой аппарат у меня, потому что бывают у меня заболевания проблемы. Тут очки. Очки у нас вообще такие прям дурацкие, стрёмные. как-то, видите, собрались так неожиданно, поэтому не купили нормально. Да, я думаю, мы там купим. Это резинки эти, естественно. Тут всякие платочки. Вот приходится из-за того, что сейчас без гель-лака, приходится тащить вот геллаки. Конечно, очень неудобно. Это вот Дениска свои вещи складывает. Ну, вот тут все шикарные эти пакетики. Аптечка у нас. Это вот Ден берет обувь. Вот такую дырчатую, как раз хорошо, кроссовки. Целая куча аптечки. Еще сегодня нужно купить, вот от загара у нас только вот этот. Надо купить еще. Это мало будет. Ну, как-то, в принципе, уже практически все сложили. Так, всем доброе утро. Пока мы готовим сегодня завтрак, у нас как-то уже так сложилось, что мы начинаем с кухни свой урок, когда готовим завтрак. Мы хотели с вами поделиться новостью. Может быть, кто-то в сообществе уже видел мою фотографию, где я чемоданы фоткала. Мы сегодня ночью, вернее, утром улетаем в Арабские Эмираты. Мы купили путевки. Я уже вам об этом говорила, что мы хотели мой день рождения, мои 35 лет, юбилей, отметить в Арабских Эмиратах, ну и либо где-то на отдыхе. Но так получилось, что нам путевки подвернулись сейчас по смешной для Арабских Эмиратов цене. Очень недорого. Поэтому мы летим сейчас, а не на мой день рождения. Получилось, что мы будем там на день рождения Дениса. У Дениса 5 марта день рождения. И 8 марта мы тоже будем там. В общем, мы прилетаем домой 10 марта. Путевки бюджетные, отдых будет бюджетный. Отель тоже бюджетный, поэтому не ждите от нас там каких-то шикардосных этих видео. наш отдых будет, короче говоря, бюджетный. Но вы увидите Арабский Эмират нашими глазами, как говорится. опять шуршунчик тут стоит и тихонько вытаскивает сыр. Давай, вытащи уже быстрее. не вылазить. Все? Можно дальше? Наконец-то. Вот. Что касается влогов, видео, как они будут выходить, я честно сама не знаю. У меня программа по монтажу видео остается дома на компьютере. Ноутбук у нас сломанный. Мы его не можем с собой взять. Короче, я скачала какую-то программку в iPhone по монтажу видео. Но как она работает, я еще ее не проверяла. Мы эти все два дня носимся, собираем вещи, как-то все. Потому что путевка горящая, ну, сами понимаете. Вот. Некогда еще даже ее проверить. Какой будет Wi-Fi, вроде как написано, что Wi-Fi бесплатный в отеле, но сколько там будет скорости, я не знаю. видео. Поэтому я сразу предупреждаю, либо видео будут выходить короткие и много, то есть одним файлом я буду снимать и выкладывать. Но они будут без монтажа, поэтому уж извините, там какие моменты попадут, такие попадут. будут, как говорится, это жизнь онлайн будет. Придется так делать. Ну, ладно, новый формат будет, да, жизнь онлайн. Все наговорились? Нет еще? Сейчас. Этот. вот. Как в доме 2, в общем, будете за нами наблюдать. Да, ладно, это прям так. Ну, не прям так. Ну, если монтировать не получится, то получится без монтажа выкладывать. А там что попало, то попало в кадр. Что попало? Вот. И вот тогда они будут выходить часто, то есть 3-4 видео в день. Не знаю, как вы будете смотреть, ну, короче говоря, будете, будете, нет и нет. Ладно, не говори сколько, может, вообще нет. Вот. А может, да, а может быть вообще не получится выкладывать, если будет плохой Wi-Fi, скорость плохая и не будут загружаться, тогда 10 дней видео не будет вообще. Я привезу материал и только смонтирую дома. Но посмотрим. В любом случае в сообщество фотографии и какие-то мелкие видео я буду загружать по-любому. Что опять? На! Опять стоит. Вот так вот в семье блогеров люди боятся шуметь, когда идет запись разговора. Ящик. Я-я-я-я-я. Ящик перекрываю. Я-я-я-я-я-я-я. Все, пойдем с вами. Все, иду. Покошим и пойдем дальше делать. Вот. Что еще хотел сказать? Ты меня смысл сбил. А, еще. Я боюсь очень сильно перелетов, самолетов. Я даже не знаю, сегодня полночи опять не спала, уже на нервах вся. Не знаю, как я перенесу. Ну, мы уже летали в Дубай, и мы там попали в страшную турбулентность, которая, блин, три часа длилась. Нас трясло, и я думала, я вообще больше в жизни никогда не полечу после этого. Ну, раньше я не боялась, летала спокойно, а вот после турбулентности все, у меня как заклинило. очень боюсь я. Не знаю. Буду немножко, наверное, снимать. Увидите, как я перенесу перелет. Неудобный рейс без пяти пять утра. Вообще. Выезжаем сегодня вечером. Поэтому на своей машине. Машину оставляем там на стоянке на платной. И, в общем, вот так. Летим на неделю. Попробую показать вам все красоты. А, и по поводу коронавируса. Я знаю, что сейчас будете писать это все. Честно говоря, когда я покупала путевки, я вообще об этом что-то как-то забыла. Если честно, мы уже лет пять не смотрим первый канал. Ну, правда. И новости я тоже не смотрю вообще. как-то принципиально уже давно. И когда уже купили. Вчера вот Дениса отец звонил и говорил. Да вы куда? Да все закрыто. Да коронавирус везде. Вот этот вот. И что-то тоже мы такие задумались. Я говорю, блин. Что-то мы неудачное время выбрали. Но уже все куплено. Уже все собрано. Поэтому мы едем в любом случае. Дай бог, чтобы все прошло удачно. Чтобы мы хорошо долетели. И чтобы следующий влог вы уже смотрели из Дубая. Обзор нашего номера и так далее. Дай бог, чтобы все было хорошо. Пожелайся нам, пожалуйста, удачи. Я вас всех очень люблю. Встретимся в Эмиратах. А сейчас посмотрите, как мы собирались.